Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! И у нас уже ёлочки стоят. Ну, конечно, уже ёлочки. Ёлочка, конечно, своеобразная такая, но какая есть. А, она ещё вся в лампочках. Просто сейчас ещё рано, её не включили. Но там она вся будет гореть огоньками, будет выглядеть получше. И шарики симпатичные. Ну, ладно. Мы сегодня с вами пойдём в Манго. Я давно там не была. Если честно, у нас манго такой ложёвый, что в него я хожу каждый раз, ругаюсь, злюсь. Что-то нахожу, как что-то в примерку взять. В общем, не очень-то сильно я там всегда нахожу, что примерить. И плюс там всегда безумная громыхающая музыка, которая просто меня бесит ужасно. И мне нужно всегда или озвучку накладывать, или переделывать видео 150 раз, чтобы YouTube на меня не это самое, не придирался ко мне. Вот. Пока что мы идём с вами по нашему торговому центру. Ой, я, наверное, плохо показываю. Ну, в общем, короче. Давно я не была в Манго. Я надеюсь, что он ещё открыт. Потому что, если честно, Манго у нас один раз уже закрывали. И сейчас посмотрим, если он вообще ещё работает. Значит, так, Манго открыт, процветает. Посмотрите, какая красивая юбка на витрине. Если я найду её, мой размер будет. Я обязательно померяю. И вот у них такая сейчас промоушен. Одну вещь покупаешь, вторую можно за полцены купить. Так выглядит вход. И я, наверное, не знаю, буду я озвучивать или нет. Смотрите, какое платье. Ой-яй-яй-яй. Вот же красотища. Сколько оно стоит? Ой-ой-ой, 450 долларов. Ну да, Манго, конечно. Масс-маркет, девочки, однако. Но серьезно, 450 долларов? Манго? Серьезно? Hi. Do you need any help? No, I'm good, thank you. Так. Я со своими съёмками вызываю неподдельный интерес у всех продавцов. В магазинах, во всех. Они смотрят на меня как на... Я не знаю. Как же это всё? Почему у нас такие дикие люди? Почему у нас, если видят человека, который что-то снимает, у всех сразу глаза, по пять копеек? Что происходит? Брючки. Наверное, я сейчас просто-напросто снимаю чуть-чуть, может быть, или молча. Так, ну вот аксессуяры, которые я, скорее всего, не возьму. Примерочную. Поэтому могу вам показать. симпатичная сумочка за 270 долларов. Ну, она, наверное, кожаная, но малюсенькая. Ну, вот вы понимаете цены, да? Вот, девочки, скажите мне. Я очень ругаюсь на... 66 долларов в перчатке. Я очень ругаюсь на наши цены, и все мне всегда говорят, ну чего ты там, это самое... Ну, у вас ведь тоже есть манго, да? У вас кожаные сумки в манго стоят 270. Хорошо, это наши канадские доллары. Это где-то... Ну, это будет 200 евро. 200 с чем-то евро. Скажите мне, кто в Европе живет. У вас кожаная сумка в манго стоит 200 евро? Я не знаю, может, я что-то не понимаю. Может, я чего-то не понимаю вообще, что происходит. Ну, ладно. Я перестану бухтеть, а буду просто снимать все подряд. И... О, какой красивый костюм. Бархатный. Вообще перестану цены снимать. Они меня так злят, что я... Что я просто перестану об этом говорить. Злят меня и злят тех, кто меня смотрит. По-моему, я уже всем надоела со всеми этими... Вечно со своим нудежим и гудежим по поводу... По поводу цен. А это, между прочим, нет, не настоящая замша-прючки. Я думала, настоящая. Вот такой вот красивый... Красивая куртка. Так. Пуховичок. Пуховичок. 329. Интересно. Платьице за... 100. 95. Ну, в общем, вещи симпатичные. Есть. Я не могу сказать, что прям все такое фу. Ну, если не смотрит над собой, то и, в принципе, есть неплохие вещи. Давайте посмотрим, что мы найдем, что мы примерим. Я хотела вот эту вот джинсовую юбку, которая была на витрине. Если я ее найду, я обязательно ее примерю. трикотажное платье, которое мне вот это нельзя. Эти трикотажные платья. Маленькая сумочка. Смотрите, симпатяшные. 66. Так, бусы. Речной жемчуг, судя по всему, 60 долларов. Симпатичные. Шапочки разные. Вот шапка меховая, панамка. Так, я пошла искать. 99. Я пошла искать джинсовую. Очень хочется ее примерить. Если не найду, то не примерю. Давайте посмотрим. Ой, какой пушистик симпатичный. 219. Это куртка или это? Да, ой, какой симпатичный. Прелесть просто. Так, юбки всякие. Юбки плессированные. Платье. 130. Чуть много буховиков. Юбки джинсовой я не вижу. Я еще ее, конечно, поищу. Вот есть джинсовая юбка, но другая. А та из таких кусочков была сделана. Буховиков много. Короче, пошла я искать, что мне примерить. Привет. В общем, встретимся в примерочной. Привет, друзья мои. Мы в примерочной в Манго. Буду сейчас кричать, пытаясь перекричать их музыку. Принесла я несколько интересных вещей. Жакетик пушистика принесла. Только я не поняла, как он тут расстегивается. На крючках он на каких-то. Вот такие интересные джинсы. Юбку такую офисную, типа, знаете, вот с под этим жакетом. Хорошо. В общем, сейчас все буду примерять. На мне сегодня пальто. Мое второе любимое. У меня есть три любимых пальто. В прошлый раз я была... Ну, вы меня видели. Предыдущее мое пальто любимое. Вот это мое тоже любимое пальто. Это у меня платье из... Пальто из Ары. Платье из Кос, по-моему. Или Масима Дути. Я вот не помню. Потом посмотрю, скажу. Пояс, украшения, серьги. В общем, давайте начнем примерку. Так, первое платье. Свитер полосатое. Очень похоже на то, в котором я пришла. Мое, кстати, из Масима Дути. Вы знаете, неплохое. Неплохое. Это размер large. Оно довольно широкообъемное. То есть, нигде меня не обтягивает. Ничего можно носить с поясом. Так же, как я носила свое пришла. В моем платье. Сейчас покажу вам. Вот смотрите. У меня такой пояс. Вы будете меня ругать. Но я считаю, что такие вот платья-мешки с поясом выглядят намного лучше. Ну, разве же нет? Вот скажите мне, девочки. С высокими сапогами и с поясом. У меня обязательно такой пояс. Можно какой-нибудь маленький. Это мой пояс. Он яркий, очень такой броский. Можно какой-то тоненький поясок. Я не знаю. Мне кажется, что платья-свитера лучше выглядят с поясами. Они как бы подчеркивают талию. И выглядит это, ну, как-то более женственно, что ли. Согласитесь. Ну, то есть, вы не можете не соглашаться. Не обязательно. Кстати, с моим пальто очень подходит. Мое пальто к этому платью. Посмотрите, как классно. Зеленое с зеленым. Здесь, правда, немножко другой зеленый цвет. Это такой более болотный, защитный. Это такой более ярко-зеленый. Но все равно, мне кажется. Ну, собственно, я пришла в похожем наряде. Единственное, что у меня платье не с горлом, а такое с воротничком. Можно с этим жакетом тоже. Этот жакетик, кстати, я хочу примерить с джинсами. Мне кажется, что будет хорошо. Но вот жакетик очень симпатичный. Мне кажется, даже вот с этим платьем. Видите, платье такое больше серо-молочное. А жакет прям молочный-молочный. Он на кнопках с воротничком. Мне кажется, очень симпатичный. Он, я его еще буду примерять с другими вещами. С джинсами, собственно говоря, хочу. И с юбкой вот с этой вот хочу примерить. Вот. А так, в принципе, выглядит очень даже миленько. Так, ну еще раз, еще раз это платье. Здесь очень высокое, довольно высокое горло. Я его закрутила в несколько раз. Наверное, это синтетика. Ткань приятная, мягкая. Сейчас сниму пояс, чтобы вы видели еще раз без пояса. Потому что я с своими поясами. Я знаю, что они все это любят. Вот без пояса. Просто прямое платье. Прямое платье-свитер. По-моему, неплохо. Вполне-вполне на зиму. Прекрасное платье. И подойдет ко всем, абсолютно ко всем фигурам. Даже к моей. Так что вот. Смотрите. И, кстати, горизонтальная полоска. Я не помню, когда, очень много лет назад, считалось, что горизонтальная полоска полнит. Вот нифига она не полнит. Посмотрите. Я без этой полоски толще, чем вы. Я с удовольствием ношу горизонтальную полоску. Хотя я совсем не худышка. Совсем не экстра-смол. А даже, наоборот, ларш. Но мне кажется, что совсем неплохо. Так. В платье 3% шерсти. Бо все остальное всякая синтетика. Значит, стоит оно 100 долларов. И размер large. Так. Вот это его номера. Название какое-то у него есть. И вот номер. Размер large. Американский 8. Ну, мне вообще нужен 10-й. Но, несмотря ни на что, оно мне как раз 100 долларов. Горло хотела вам показать. Смотрите, какое высокое. Видите? Горло вот такое вот большое. Прямо реально высокое горло. Я его закручивала два раза. Но можно его как-то вот так вот хомутиком таким повесить. Ну, в общем, можно поиграться. Тоже можно какое-то длинное большое украшение. Если без пояса. Если с поясом, то ничего не надо. В общем, нормально платье. Так. Смотрите, какой симпатичный комплект. Я, конечно, голова два уха не принесла никакой свитер. Потому что у меня есть джинсы и юбка. Я принесла вот этот жакет. И подумала, что я его буду носить как... Использовать как верхнюю одежду. И вот этот пушистик с джинсами я хочу примерить. Значит, юбка очень классная. Поэтому я вам сейчас вот так вот ее покажу. Призаправлю жакетик. Я сегодня не ругаю Манго. Видите? Ой, пардон. Пузо показал свое. Кроме цен. Кроме цен. Сейчас. Кроме цен и безумной музыки, меня сегодня в Манго все устраивает. Посмотрите, какая классная юбка. Она просто шикарно выглядит. И мне как раз. И нигде не жмет. И нигде не давит. И живот не торчит. Вообще ничего в ней не торчит. Очень элегантная, прикольная. Такая теплая зимняя юбка. Ее можно с любым свитером носить. С любым топом. Вообще. Вот с этим пиджачком очень неплохо. Видите, как она хорошо сделана. У нее такой хороший пояс широкий. Вот. Сейчас я его вытащу. Кстати, джинсовую юбку я нашла, но только размер смор. Я, конечно, ее не стала приносить. Так. Посмотрите, какой симпатичный комплект с этим жакетом. Бело-черная юбка и жакетик. Жакет такой, знаете, как джинсовая курточка, но такой с флером шанель. Потому что он сделан из такой ткани шанельной. И вот эти вот необработанные края. Это тоже такой шанель. Шанель вайб. И вот так вот это выглядит вместе. Очень симпатично. Прекрасный комплект, я считаю, на зиму. Причем везде можно. Можно в офис. Можно в ресторан. Можно на свидание. Кому актуально. Девочки, мне не актуально давно. Но, тем не менее, я воззабочусь о том, чтобы ваша личная жизнь не протухла без того, что у вас будет красивая одежда, в чем пойти на свидание. Оно такое, знаете, и строгое. Такой строгий комплект, с одной стороны. С другой стороны, он такой, знаете, ну вот что-то в нем есть такое фривольненькое. Если еще расстегнуть здесь еще одну кнопку, вот так вот, знаете. Вот так. Ой, я сняла свое жерелье. Сейчас подождите. Так, опле, смотрите. Кулон золотой. Вырез. Бюст. Все. Жакетик перестает быть офисным. И становится таким даже привольным. Как вам. Мне очень. Правда, я сегодня что-то доброе. Совсем не ругаю. Манго, как всегда. Классный, классный костюмчик. В юбке 48% хлопок и три вискозы. То есть 51% более или менее натуральных тканей. Все остальное синтетика. Это был размер large. Вот так вот он называется. Фалада. 130 долларов канадских. Но я вам хочу сказать, ткань интересная. Вот так вот обработан низ. Она без подкладки, но ткань интересная сделана. Как-то вот изнутри она такая, как неопрен какой-то вроде бы как. Хотя в ней много хлопка. Ну, в общем, юбчонка неплохая. Опять же, про цену я молчу. Громко молчу про цену. Да. Но юбка такая классная, прикольная. Хороший пояс, такой хороший размер. Large мне прям точно. Я ожидала, что будет маловато. Потому что вот здесь, знаете, когда нет складок от пояса, а прямая такая вот она, облегающая, а у меня живот, поэтому, значит, как бы вот. Но, в принципе, она неплохо сидит. Джинсы бесподобные. Честно, мне очень нравится. Во-первых, они такие с золотинкой. Необычные. Посмотрите, они все. Я вам потом на вешалке покажу, то вам будет лучше видно. Они все такой покрыты золотой пылью. А, вот вам, золотая пыль. Сейчас я заправлю, призаправлю пиджачок. Как-то я лоханулась. Не взяла никакого топа, кроме вот этого пиджака. Чтобы вы поняли, как они сидят. Высокая посадка. Прям классные джинсы. Широкие, широкие. Это, кстати, размер 38. Даже не 40. Был 40-й, хотела взять сначала. Но потом решила, что они очень большие на ли. Прямо классные какие-то джинсы. Посмотрите. Сейчас попу попробую вам показать. Но, вы знаете, это всегда у меня проблема. Посмотрите, какие классные. Я прям в восторге. Посмотрите. Как они переливаются, блестят. Так, вид сзади. Наблюдаем, любуемся. Шикарно. Сидят шикарно, на мой взгляд. Правда же? Классно. Я, пожалуй, поверю в свою красоту. Слушайте, здесь зеркала какие-то специальные или что происходит? Может быть, я на себя наговариваю? Может, я не такая уж и толстая, да? Всегда считала, что у меня огромный зад. Прямо такой... Кардашьян отдыхает. Но вот видите, я когда себя снимаю, это все не выглядит так ужасно на самом деле. Девочки, снимайте себя. Может быть, в зеркале, в магазине. Я подозреваю, знаете что? Я вам сейчас расскажу свою теорию. Отвлечемся на минуточку. Что зеркало, во-первых, немножко... Может быть, есть... Говорят, что в магазинах зеркала немножко меняют объемы. И у меня есть такое ощущение, что когда камера телефона, умноженная на зеркало, то есть зеркалка телефона, умноженная на зеркало, оно как-то меняет пропорции и немножко их уменьшает. Потому что дома я выгляжу гораздо толще. Вот я смотрю на себя и думаю, что я в магазинах всегда в зеркалах выгляжу худее, чем есть на самом деле. Может быть, еще раз, это просто зеркала такие. У меня дома зеркало нормальное. Или вот это через телефон, через камеру телефона. Как-то оно всегда немножко, мне кажется, искажает вытягивать. Потому что у меня в телефоне никаких фильтров. Ну, это айфон, в нем нету фильтров. В Самсунге, кстати, есть. Но там фильтры просто, которые там замыливают, замазывают, краски меняют, цвета меняют. Но ни один телефон вас не сузит и не уменьшит вас в размере, если вы не снимаете себя через специальную программу, которая вот вас вытягивает. А обычные телефоны, они ничего не делают. Без всяких там специальных приложений. Бесподобнейший пушистик. Смотрите, какой прикольный. Ой, я не могу. Это просто чудо какое-то. Как будто перо страуса. У меня нету никакого топа померить с джинсами. Но я вам хочу сказать, что вот так вот, когда он застегнут наглухо, он выглядит действительно, я как будто страус у него. Действительно, как будто какая-то эта птица-птица. Курица не птица. Правда, что. Потому что оно, знаете, ну как-то увеличивает. Но если вот здесь крючки, если расстегнуть крючок и немножко его подраскрыть, но у меня же там ничего нету внизу. Как мне вам показать-то сейчас? Ну вот. Ну вот представьте, да? Вот представьте, что у меня там внизу топка. Да? Ну как всегда. Не гляжи. В них лежа. Вот когда он расстегнут, он как-то немножко выглядит получше. И не таким, и не таким этим. Вот представьте, что у меня там просто вот коротенький топ, который показывает пузо. Я никогда такое не ношу, потому что ни с моим животом, ни в моем возрасте так одеваться. Но если вот, как сейчас модно, что вообще носят лифчики вместо топа, вот представьте, что у меня лифчик вместо топа. Ничего такого ужасного в этом нету. Сейчас втяну живот, чтобы это выглядело еще красивее. Ну, в общем, пушистик классный. Просто супер. Просто, ох, какая, какая замечательно прекрасная вещь. С этими блестящими джинсами. Это просто восторг. Вот, смотрите, я вам показываю. Еще один образ на свидание. Все, я заботюсь о вашей личной жизни, девочки. Пытаюсь вам ее устроить с помощью нарядов из манго. Вот такие блестящие джинсы. Как бы casual, но как бы не совсем. Потому что, во-первых, джинсы блестят. Во-вторых, вот это вот Монто, Боа, или как его еще, не знаю. Мексиканский тушкан, вот этот великолепный. Он как бы делает вас, понимаете, блестящие джинсы. Это как бы такой гранж, casual. А вот это вот Боа, это такие рычащие 20-е, понимаете. Ну, или что-то такое. Но мне нравится. Мне кажется, очень клево. Очень классно. Стоит он дофига. Но мы что, разве бедные? Мы что, деньги считаем? Да боже, упаси. Жакетик содержит 27% хлопка. Все остальное полиэстер. И подкладка полиэстер. Так, давайте посмотрим. Это был размер large. Стоит он 180 долларов канадских. Вот это вот его размеры. И так он называется. Чикито. Вот. Large размер 180 канадских. Долларов. Странно, да? Смотрите. Вот такой вот жакетик. Как будто бы джинсовая курточка под Шанель. Здесь кнопочки. Удобные большие кнопки. В общем, симпатяга. Так, курточка. Страус не птица. Курица не птица. Стоит 220 долларов. Да. А, это тоже Чикито. А, наверное, это не название модели. Не знаю. В общем, тоже размер large. Вот ее номер. Ну, состав понятно, что синтетика. Подкладка понятно, что синтетика. Подкладка, кстати, розовенькая. И сшита она очень симпатичная. Она, видите, очень хорошо сшита. Здесь какой-то еще такой вот... Как сказать, отделка. Отделано как-то, в общем, по-разному. Выделано. Ну, в общем, очень классный. Классный. Он прикольный. Если вам не жалко 220 баксов канадских, то где-то 200 американских. А в Европе, я думаю, что он стоит... Наверное, 100 евро. А то и меньше. Ну, в общем, вот такой вот симпатичный. Ну, очень... Он очень классный. Прямо очень. Так. И гвоздь нашей сегодняшней программы, я считаю, это джинсы. Они реально гвоздь нашей программы. Посмотрите. Вот видите, как они все сделаны. Они все покрыты вот таким вот металлической какой-то крошкой. Уж не знаю, как это все стирается. Вот здесь написано, что металлический эффект. Сейчас я прочитаю, потом вам расскажу. Значит, это был размер 38. Шестой американский. Вы знаете, мне нужен десятый американский по одежде. Но, вот видите, они 38 размер. Шестой американский мне как раз. То есть, они немножко овер... Боже мой, я поняла, что я там читала. Вот здесь написано, что это джинс. А вот здесь, что я читала, что это чекита какая-то. Это жакет, на самом деле. Чекита. Ой, я вообще, конечно... Не смейтесь громко, пожалуйста. Я как-то читаю что-нибудь. Значит, 130 долларов они стоят. И, ну, вот их номера. Мне они очень нравятся. Ну, 130 долларов я не готова платить за джинсы. Вот, видите, у них написано, что они mid-waist. Я считаю, что они high-waist. Что они высокие. Что у них высокая талия. Но здесь написано, что средняя. Loose fit. Это свободные ноги. Ну, то есть, ну, по ширине. Не узкие. Не низкие. И стандартная длина. Ну, как сказать. Я маломерок. Метр шестьдесят. Если мне они не длинные, значит, это не совсем стандартно. Ну, кому-то могут быть очень даже короткие. Ну, вот здесь все то же самое. Написано баллон. Что значит баллон? Значает баллон. Шарик. Шарик. Баллон – это воздушный шарик. Сейчас я почитаю про этот металлик. Подождите. Вы не поверите. Я нахожусь в Канаде. Значит, вот. На пятнадцати языках написано, что делать с этим металлическим эффектом. Но нету. Но на английском не написано. В общем, ни на одном языке, который я могу прочесть, не написано. Единственное, что здесь написано по-английски. Вот на одной из этих бумажек. Написано, что его нельзя гладить, их эти джинсы. А кто вообще? Вот здесь написано, видите? Не гладить. Не гладить. Do not iron. А кто вообще гладит джинсы, скажите мне, пожалуйста? Кто-нибудь гладит джинсы? А, вот написано. Вот по-английски нашла. Ручная стирка. И не гладить. Ну, ладно. Стирать руками, значит. Ну, ладно. Наверное, в машинке это все золото облезет. Самоварное. Ну, короче, они мне нравятся, эти джинсы. Ну, а 130 долларов за джинсы даже все позолотые. Я как бы нет. Нет, не готова. Так, друзья мои. Вот такое у нас сегодня было видео. Веселые примерки, я бы его назвала. Я надеюсь, что мне не придется накладывать озвучку, потому что музыка очень громкая, но я просто тут пыталась шутить и вас развлекать по-всякому. Вот. А если это будет озвучка, то это, конечно, все будет уже не то, потому что озвучка, это не... Когда не в моменте, это уже совсем все не то. Вот. Поэтому, надеюсь, что получится у меня все хорошо с этим видео. А на сегодня все. Всех люблю целую. С вами была Дита из Канады, из Манго. Всем пока. Bye.